На Товхату, господа русофобы. Ой, а вам все не спится, страшный Бандера вам все еще снится. Смотри, я не буду вспоминать всю хуйню, которая была придумана про Бандеру во времена Хрущева и в которую до сих пор Русня верит сильнее, чем патриарху Гундяеву. Бандера сотрудничал с немцами с середины 41-го до начала 42-го. Полгода, Карл! А остаток войны он досиживал в концлагере. Шухевич сотрудничал с немцами с 39-го по 42-й. А потом, когда понял, что немцы украинцам не помогут, ушел в леса и там мочил и русских, и немцев. Заметьте, я их не оправдываю. Я просто замечаю, что они покинули немцев по собственной воле в самом начале вашей Великой Отечественной. А теперь повертаем голову в другую сторону. Генерал Власов сотрудничал с немцами с 42-го по 45-й год. Сотрудничество прекратилось из-за того, что Германию разгромили. Генерал-майор Трухин перешел на сторону немцев в 41-м и служил им, пока в 45-м не был пойман добрыми чешскими партизанами. Генерал-майор Малышкин перешел к немцам в 42-м году, провозгласил своей целью уничтожение большевиков и товарища Сталина. И, как самый настоящий истинный русский, делал этого Франции. В 45-м году был пойман за жопу американцами. Генерал-майор Будыха в 42-м году начал с почетной должности стукача в концлагере и уже в 43-м попался в лапы красноармейцам. Генерал-майор Богданов перешел к немцам в 41-м, а в 43-м был пойман партизанами. Я таких русско-генеральских примеров могу провести еще целых десяток. Некоторым из них в Москве и даже памятники поставили. Но это, видимо, другое. И что отличительно, ни один из них не ушел от немцев по своей воле. А, есть еще малюсенький такой нюансик. Украинцы переходили к немцам в надежде очистить свою страну от русских захватчиков. А с какой целью предавали русские? Ну, кроме как, чтобы спасти свою жопу и пограбить бывших соплеменников.